Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык. И мы продолжаем играть в Хардстоун. Продолжаем наш поход в легенду. Как вы видите, я сейчас на 15 ранге. Давайте попробуем пройти дальше. Надеюсь, что у нас получится. Да, кто не понял, какой колодой я играю, что я вообще играю, посмотрите первый выпуск, там я показываю и колоду, которой я играю. И, собственно говоря, все показываю. Че почем? Хоккей с мячом. Так, я пока не желаю играть Буйный Рост, хотя, возможно, стоило бы. Но посмотрим, что сыграет Паладинчик. Паладинчик тоже воздерживается, играет Рекрута. Да, до Кенарика мы, конечно, сразу не разгонимся. Хотя было бы круто, прикиньте, сразу такой Кенарик выходит. Блин, а может, на самом деле, и можно разогнаться и сыграть сразу Кенарик. Ну, 5-8 существо, два провокатора. Нет, почему? Это сильно было бы. Было бы довольно-таки неплохо. Так, ну пошел, пошел он рекрутеров своих призывать. Пошел призывать своих рекрутеров. Леприкоров. Так, давайте потерпеть и разогнаться в Кенарика. Или все-таки фиксить его, этих рекрутеров. Слушайте, давайте фиксить. Мало ли, у него там есть этот здоровый, который им баф дает плюс 2, плюс 2. Так что я все-таки предпочту фиксить. Тем более, на следующий ход мы все равно буйный рост сыграем. Обязательно. Но нам надо играть буйный рост. Хотя можно его оставить, он в конце даст перелив. Не, ну тут уже что-то надо играть, потому как мы уже проседаем. Вообще по контролю стало жутко. Так, давайте, наверное, сейчас Кенария вызовем. Давай, пошел Кенарий. Если я правильно посчитал. Вот если я неправильно посчитал, это такой сейчас фейл будет. Но я посчитал правильно. Урок шайдо ходь-то пота. Вышел такой. А, что теперь скажешь? Кто контролирует стол, кто батя на районе? Что вообще? Что, как жизнь? Он сейчас подофигел немножко, этот чувак. Блин, вот я так и знал, что там у него интендант этот гребаный есть. Вот я знал, я знал, что он сыграет этого гребаного сраного интенданта. Сраного гребаного интенданта. Вот единственное его косяк, то что он идет так жестко нам в лицо. Этот чувачок тебя погубит. Так, я предлагаю сыграть вот так. Убить одного чувачка. Тут предлагаю убить интенданта. И, наверное, сыграть... Дайте буйный рост. Или нет? Нет, нам надо тень Накс Рамоса выводить. Нам надо выводить тень Накс Рамоса, иначе... Он, скорее всего, сейчас разменяет на Кенария двух этих моих. Или что? А, не, он равенство сделал. Ну, нормально все. Это вообще не... Блин, жесткий ты тип, я тебе должен сказать. Прямо так в лицо идешь и не боишься? Ну, я бы не был бы так в себе уверен на твоем месте. Так, еще одна тень Накс Рамоса. У нас есть прохил небольшой. Так, ну, естественно, тут вот так это делается. Это без вариантов. Так, ну, надо, наверное, мне играть. Надо, наверное, мне играть. Или не надо мне его играть. Слушайте, я, знаете, что, наверное, кину. Я кину сюда Немату. И поменяю тень Накс Рамоса. И сыграю буйный рост. Если он меня сейчас не убьет, то, в принципе, нормально. На следующий ход у нас там пойдет Дерево Мудрости. Мы отхилимся. Не, ну ты жесткий, Чипелло. Просто ты жесткий, чувачелло, Чипелло. Чувачелло. Так. Сильвана пришла. Если я хилюсь на 5. Подождите. Сюда я кидаю, допустим, Немату. Сколько у него урона? 3, 4, 5, да? У меня 7 жизней. Давайте попробуем рискнуть. Сюда кидаем Немату. Вот этого мы убиваем. Ой, блин, я не того стукнул. Все, я затупил. Я затупил. Сейчас такой фейл был. Кого я стукнул? Блин, вот кого я стукнул? Не, ну я убил вот этого. В принципе, 3, 3, нормально. Просто я что-то думал, мы вот этого сможем. Смотрите, кого я вообще? Я этим убил 1, 1. Так, у него 3 плюс 3. Блин, что-то я неправильно, короче, сделал. Тут все. Ну, у него 6 урона, у нас 7 жизней. Ну, блин. Вряд ли получится у нас тут победить уже. Ну, ничего страшного. Ну, а, так он Тириона вызвал. О, он еще нас даже не бьет. А этот чувачок тебя может и погубить. Не, не может уже погубить. Никак, ребята. Мы тут уже никак не справимся. Единственное, а какие там 2 карты? Ну, восстановим мы 5 единиц здоровья и что? И у нас будет 9. У него тут стоит 12 урона. Даже если я эту штуку кастану, у нас будет 10. Ну, и что? Убить мы ничего не можем. Сильвана тут не играет. Тут только сдаваться. Ладно, ничего страшного. Не все нам побеждать. Тем более, колода в исполнении не самая простая. Это не тупой раш, которым играют очень много шкалоты и считают, что они профи. Вот. Ну, хотя рашам тоже надо уметь играть. Вот. Ну, тем не менее. Эта колода, конечно, сложнее в исполнении. Ладно, поехали дальше. Итак, следующий, следующий наш соперник. Зеркальный матч. Малфурион тоже против нас. Сейчас, скажи, такой же колода играешь. Так, буйный рост это хорошо. Размах и хранителя чаще не хочу. Думаю, есть варианты получше. Ну вот, вкусный зомб, отлично. Вкусный зомб, буйный рост, гнев. Прям все неплохо. Все неплохо, я считаю. Можно играть. Можно, можно вполне играть. Если он сейчас ход пропустит или еще что-то сделает. А, ну вкусного зомба тоже сделал. Так. А смысл нам убивать вкусного зомба? Давайте возьмем кристалл маны. Пойдем ему в морду. Вкусного зомба мы всегда успеем убить. Правильно, правильно. Поэтому вот кристалл маны, то, что мы взяли, это уже хорошо. Опять же, у нас на следующий ход уже можно будет сыграть размах. А, ну он. Прям, слушайте, зеркальный матч получается. Я вот только не знаю. Но я, наверное, вот эту штуку оставлю. Я вкусного зомба убью. А я вообще его не буду убивать. Я его шатал трубу. Мы выставим тень Наксрамоса. Ну пусть он ударит мне два. Я его все равно убью. Он меня на пять похилит. Так какая мне разница? Зачем мне его сейчас убивать, этого вкусного зомба? О, сейчас что-то будет, ребят. Сейчас, 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 сейчас что-то будет. В кого ты? Он в этого, блин, хреново. В провокатора встал. И вы берете карту. Я вообще предпочту сейчас вот так сыграть. Пропустить ход. Ну, он меня ударит, но ничего страшного. У нас вкусный зомб на пятюню полечит. Вот. Выводить тень Наксрамоса я не очень хочу сейчас пока. Да, это провоцирующий друль. Провоцирующий друль. Ну, ничего страшного. Так, ладно, давайте сюда заряжать, наверное, одну, одну трехединичную уронку. И фигачить размах. И хилиться тем самым. Все, на следующий ход наша эта шняга еще бафнется. И мы сможем... Ну, мы его, наверное, тоже гневом будем... А, нет, не будем. Ну, отлично, тогда спокойненько сыграем Дерево Войны в Провокатора и все. И пусть он... Пусть он Сосалити делает. Давайте Дерево Войны в Провокатора. Все, этого мы сейчас вот так вот жахнем. Я не знаю, есть друиду, чем добраться до этой шняги. Нету друиду, чем добраться до этой шняги. Но если есть, то плохо. Ну, оказалось, что есть. Ну, ладно, убил, убил. Ничего страшного. Буйный рост тоже сыграл. А, кстати, зачем тебе буйный рост? У тебя карт мало. Ты уже с поздничком немножко играешь в буйный рост. Ну, вот мне пришло два озарения, которые мне нафиг не нужны. Так, ладненько. Давайте сюда карту возьмем. Ну, смотрите. Я предлагаю все-таки с помощью озарения выставить и поставить провокатора еще одного. Так у нас нормально. Так мы доску контролируем. Против гипербольшого существа у нас, если что, есть опытный охотник. Если там, ну, мало ли, рагна залетела случайно. Или вот то дерево 8-8. У нас есть опытный. А ну-ка, в урон его. Эх, жаль. Нет. Ну, естественно, он его в урон не собирался загонять. Слушайте, вы поняли, да, что я хочу? Вот я не знаю, есть ли резон в атаку. Ладно, давайте в провокатора. Блин, я хотел в атаку. Зачем я тогда так жестко разменялся? Ну, ладно, у нас нормально стоит провокаторов. Блин, вот сейчас был тупняк. Я просто хотел поставить 10-5 существо, но потом передумал. В последний момент я передумал ставить это существо. И в итоге получилась вот такая лажа, которая получилась. Но, в принципе, стол мы контролируем. Я не знаю, что у него там. Ну, давайте возьмем две карты. Мы берем две карты. О, тень Наксрамаса. Опять я ее сыграю. Замечательно. Замечательно. Берем две карты. Посмотрим сейчас, чем ответит Дрюль. Чем ответит Дрюль вражеский? Сомневаюсь, что чем-то хорошим он ответит. Ну, а всего-навсего сила природы с рывком. Да ладно, ты разменял Древний так. Слушайте, это очень хорошо, что он так разменял Древний. Потому что они могли нам в рожу прилететь. Все причем. Но он их разменял. И что, вот сюда бьешь? А, это он, знаете, под шоу бьет. У него... А, нет, не сюда. Я думал, он под замах его готовит. Ну, тогда нормально. Тогда нормально. Так, предлагаю сыграть вот этого чувака. Взять перелив маны. Избыток маны. Давайте теперь возьмем карту себе. Так, берем карту. Вот он, Келтузад. Наконец-то пришел. И мы сейчас... Ну, все, это, я думаю, наша победа. Вот. Потому что на следующий ход станет Келтузад. Нилка пишет неплохо. Вот. Палят, палят, как я играю. Нет, чтоб на Ютубе смотреть. Так, палят, когда я играю. Вот же ш... Что за народ? Смотрите мои видео на Ютубе. Не надо палить, когда я так играю. Я вот просто... Как бы, если я выключу эту функцию, то все будут говорить, вот, что ты выключил, включи, и мы хотим посмотреть. Но в то же время... На Ютубе все равно больше гораздо людей смотрит, чем здесь. А мне вообще, чувак, фиолетово... Вот мне вообще, честно, фиолетово. Я сейчас ставлю Келтузада, и я пошел тебя просто рамсить. Вот что называется, да? Я тебя пошел просто рамсить. Чувачок, пойдем на пикничок. Просто мне пофигу. У меня конвейер. Все, смотрите. Сейчас наша тень Накс Рамоса опять пришла, и опять, кстати, немота на нее не действует. Все, кого бы он сейчас из этих не убил, он все равно Келтузад их воскресит. Он в конце каждого хода работает, а не только в конце моего хода. То есть, чувак, тут тебе вообще не вариант что-то как-то исполнять, да? Вот, ты, короче... Ты, короче, отлетаешь. Ну, Кенария поставил. Ой, я тебя умоляю. Сейчас мы, короче, тут все апнемся вообще жестко. Так, давай, ты вот этого фигач. Ты вот этого фигач. Ты вот этого фигач. М. 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 Не, ну я не хочу Келтузаду снимать здоровье. Вот. Хранитель от чаши может... Слушайте, давайте не пожалеем, сыграем хранителя от чашки и добьем... Хотя мне, может, слизня лучше. Ну, я не хочу Келтузада. Я лучше 4 урона себе впитаю. Я не знаю, вот эту играть, чтобы слизнюка призывать... Да ладно, не будем. Все, вернись обратно на наше бревно. Наше бревно вернулось обратно. Все, чувак против Келтузада ни шо не может сделать. Вот видите. Дожили нормально до... Да, ну не до конца, а так. Короче, нормально дожили и победили. Ладно, поехали дальше. Так, посмотрим, кто следующий. Андуин. Так, а дайте прикинуть, как... Чё вообще бывают за жрецы? Ну, я, естественно, всё это выкину. Чё вообще бывают за жрецы? Жрецы бывают... Разные. Чёрные, белые, красные. Так, я же сам играл с жрецом. Подождите, ну, бывает контроль жрецы. Через всякие ауки-найки. Там круги света и прочую лабду. Так, какие ещё бывают жрецы? Жрецы бывают эти, которые разбафывают толпу существ. Ну, этот чувак не серьёзный выбор. О, я буйный рост сыграю. Я пока... Пока терпим. Пока терпим. Не напрягаемся. У нас на следующий ход 4 маны будет уже. И мы хранителя чашки сыграем и убьём просто вот этого чувачка. Вот, хранителем чашки 2 урона. Так, давай хранитель чашки. 2 урона. Бум-шакалакалакабум. Отлично. Так, на следующий ход у нас 5. И я поставлю провокатора. У него только 4. Так, он бьёт. И он, наверное, его захиливает. А, ты решил карту взять. Ну, отлично. Пусть набирает себе карты. Это какой-то как-то стандартный, нестандартный, не знаю. Ну, какой-то такой обычный, короче, чимбурген. О, слушайте, размах. Не, я всё-таки поставлю провокатора. Он тут любого убивает, кто его стукнет. Так что, в принципе, нормально. А этим мы пойдём в мордочку. Всё. Замечательно. Сейчас на следующий ход у нас пойдёт Сильвана. Если провокатор выживет. Да, даже если не выживет. Ну, или там, если он провокатора поставит, мы чёрным рыцарем жахнем. Ну, он бафает, бафает. Кого баф? Ну, бафнул своего этого. Ну, пофиг на него, на самом деле. Карту будешь брать? Бери карту. Карты нынче выдают. А, вот ты как. Ну, хорошо, молодец. Зачистил нам стол. Точнее, зачистил стол не нам, а зачистил стол себе. Ладно, давайте. Ну, вот против Сильваны у него слово «тьмы смерть» будет. Ну, ему его, наверное, не очень будет хотеться применить. Да? Да. Слушайте, я предлагаю взять две карты. Чё-то у нас как-то не фонтан с картишками. Дайте возьмём две карты. Во, дерево войны. Мы дожили до провокаторов. Хрен он пробьёт. У него всего три урона стоит. И плюс вот этот чувак, вот единственное, чтобы аукинайка не зашла. Слово «тьмы смерть». Отлично. Это было раз. Это было раз слово «тьмы смерть». И он взял карту. Всё, всего лишь три урона по нам проходит. Замечательно. Так, теперь я предлагаю поставить пять к здоровью и провокацию вот такого чувачка. Чё, есть ещё слово «тьмы смерть»? Второе в руке лежит? Не лежит? Шансов больше, что не лежит. Или лежит? Чё ты там наводишь? Ну, если б было, он бы уже кастанул. Так, видимо, нету. Да, он доктора Бума играет. Доктора Бума сыграл. Так, я предлагаю опытным охотникам убить доктора Бума. Вот. Теперь предлагаю выставить ещё вот такого провокатора. И убить его, вот этого чувака, чтобы нас... Ну, мы похилили себя на пять хелсов, потому что он, мало ли, выйдет, а у Кинайка нам прилетит пять дэмэджа. Ну, кто не знает, с Аукинойкой, короче, эта шняга не лечит пять противника, а бьёт на пять противника. Что, конечно, очень-очень круто. Но вот он набирает карты, он ищет слово «тьмы смерть» второе. Теперь понятно, что оно у него есть. Ну, не пришло, чувак. Блин, не слабо... О, отлично, никого не убил. Шикардос. А, ну у него, может, кольцо света, но он одно тоже уже кастовал. Вера, твой щит. Вера, твой щит. Так, ну ладно. Вера, твой щит, а у нас чёрный рыцарь. Чё на это скажешь? Вера, до сих пор твой щит или как? Видимо, я уже или как. Так, предлагаю убить его жреца, чтоб он не брал карты, ибо нефиг. И теперь начинаем его испепелять. Я бойный рост кастовать не буду, потому что он нам позволит... Он нам позволит, ну, взять дополнительную карту на следующем ходу. Сейчас уже смысла нет его кастовать. И так 10 маны будет. Так что... Блин, кого? Ну, нормально спер нормального чувака. Мы как раз гневом. А, ну мы всё равно гневом. Блин, я не ожидал у жреца увидеть ментального техника. Ей-богу, сейчас не ожидал. Чувак, ну нежданчик ты сделал. Базару нет. Всё, вопросы отпадают. Так, мы, короче, сейчас играем вот так. Теперь мы играем вот так. Теперь мы вызываем кенария. И играем вот так. Теперь мы, я даже не знаю, мы убиваем его стол. Наверное, убиваем. Убиваем егошний стол. И что ты теперь будешь делать с такой доской? Расскажи мне. Даже если тебе придёт хоть слово этим и смерть, хоть чё. Чувак, ты сделал с проглотом в этой партии. Я тебе гарантирую, жрец. Тут ты уже не вытянешь. Вот я просто готов квартиру поставить на то, что он тут сейчас проиграет. Вот, потому что, ну никаких вариантов, чувачок. Вообще. Ну никаких. Даже намёка на шанс. Ну, гнев ты у меня спёр, красава. Убил одного моего. Но это только один, а их четыре, понимаешь? Их четыре. О, ещё дерево мудрости. Я, кстати, наверное, вот я сейчас на самом деле задумался. Ладно, Кенарий, работай. Тут сейчас пойдёт у нас хранитель чашки. А, ну поэтому я выставлю Сильвану. А шо бы было? А вообще нам осталось всего пять урона убить. И он просто... Ну да, он сдался, короче. Ну тут нереально ему уже было. Слушайте, неплохая колода у нас получилась так-то. Надеюсь, её не пофиксят. Я на самом деле чё, друидом играю? Потому что могильщика фиксанули, а я... До этого играл с ним охотником. Ну там у меня так, с одной стороны фейс, с другой стороны на хрипах. То есть такой средний... Ну, я не знаю. Может это и фейс друид, охотник нынешний. Может это и чё-то среднее. Короче, у меня был охотник такой. Ладно, я тогда думаю, на этом мы закончим этот выпуск. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получаю себя от жизни. С вами был Шашлык.